Так это тротуар, вот это, это тротуар, там пешеходная зона, это тротуар, да, бордюр, вот, бордюрный камень, вот вы, не смотрите, вон бордюр, я узнавал у человека, я узнавал, который ходит и фотографирует в форме, а вон он только что тут ходил и фотографировал, где он, где-то тут, на тротуаре, ну вон бордюрный камень, смотрите, он отделяет дорогу от тротуара, видите как, бывают такие вот подъемы, это не обязательно, что тротуар, когда тротуар, вот такой вот значок висит, да тут нельзя ездить, это знак, знаете, что означает вообще, да, знаю, это пешёная зона, тротуар есть какой знак вообще? Тротуар, да. Подсказываю, нету знака. Я тротуар, ребята, пожалуйста, отойдите. Давайте просто в соблуждении. Что вы делаете? Хорошо, вот этот тротуар, вот эти машины стоят на тротуаре. Естественно, естественно. Эта машина стоит на тротуаре, здесь даже заезд везде, где тротуар, там русская, да. Для мамочек с колясками, да. Я в ПДД, например, узнал, что на тротуарах нельзя ездить. Так это не тротуар. Такая права получилась. Ну, а с чего взяли, что нет тротуара? Потому что я узнавал. Ну, что это? Я здесь работаю, рядом. Ребята, у меня... Ну, смотрите. Ну, что здесь человек ошибся? Я не рад, что такое быть. Какой человек, это его профессиональная обязанность, он не может ошибеть в этом деле. Он только этим и занимается. Вы хотите фотографировать? Я у него узнавал. Я не езжу по тротуару. То есть, по-вашему, вот эти люди из Топхама другим чем-то занимаются? Где я узнаю? Откуда они узнают? Ладно, смотрите. Откуда у вас информация? Дело в том, что тротуар по ПДД, насколько я знаю, это часть дороги, предназначенный для движения пешеходов, отделенный проезжей части бордюром или газоном. Тут, ну, как мы видим, газон, вон проезжая часть, да? А вот тут бордюр. Вот бордюрный камень, видите? Для чего он тут вообще нужен тогда? Как вы думаете? Для чего? Может, для того, чтобы здесь разная просто была уровень дороги, и здесь сделали подъем. Ну, ладно, смотрите. Вы едете по трассе. Вот вы часто видите бордюры. Вот вы такие, такой, едете, едете, и тут вам бордюр, чтобы подъем дороги был. Не, ну, разные бывают случаи. Не, ну, разные бывают случаи. Я вот вижу знак, где нельзя реально ездить. А если бы этот знак сделал вот здесь, я бы туда не заехал бы. Вон тебе вся машина стоит неправомерно здесь. Я встану до знака. Если бы знак... Подождите. Ну, к ним тогда вопрос. Все равно это не обменяет того, что это. Ладно, смотрите, вон там по-вашему тоже дорога. Смотрите, вон там по-вашему тоже дорога. Я руководствую знаками. Нет, смотрите, там по-вашему тоже дорога, да? Нет, это узкая колея для... В смысле? В смысле? А какая разница? Широко узкая. Короба имеет обязательно две полосы, чтобы разъехались, две дороги. Две машины, наверное? Две машины, да. Почему? А почему? Может одностороннее движение? Если... Когда стоит одностороннее, если в этом занимается, стоит знак одностороннего движения обязательно. Я вижу знак, куда мне заезжать нельзя. Я вижу его вон. Ладно, хорошо. Смотрите. Вот тут ступенечки, да? Вот тут, по-вашему, я так понял, люди прыгают с дороги в Сбербанк, да? Вот так вот. Почему вам не поставить на ступенечки? Тут ведь нет знака, правильно? По-вашему, вот здесь вот такой узкий... Или перец. Нет, смотрите. Ну, вот тут, по-вашему, дорога. Вот тут, по-вашему, дорога, да? Вот мы сейчас с вами ходим по дороге, да? Нас, кстати, можно оформить за это, как нарушителей ПДД. Вот. Почему бы вам... Вот и тут, по-вашему, тоже получается дорога. Вот почему бы вам не поставить сюда машину? Ставьте сюда, да? Да, хотя бы вот сюда прям поставить. Нет, ну, правомерно, по-вашему, вот по-вашему, правомерно, да? Смотрите, я просто уточнял. Вы уточните у специальных органов, которые этим занимаются. Ну... А потом вы спорите со мной. Ну, достаточно просто включить логику. Согласитесь. Нет, я просто не врать далеко. Я везде не стал ставить машину. Если бы здесь нельзя было, я ставил. Вы просто вас ввели в заблуждение. Вы спросили, да, наверное, кто. Я ввели в заблуждение, вот этот знак. В первую очередь, ну... Тут большие вопросы, да, по этому знаку, на самом деле, да. Потому что там стоит в самом начале, да. Я сейчас не ко мне, а к дорожным службам, которые устанавливают знак. Да, да. Но сейчас здесь тротуар. Мы вам не говорим, что на пешеходной зоне вы. Нет, пешеходная зона это вот там. Пока здесь стоит этот знак, я здесь паркуюсь. И я уточнил, и человек, который фотографирует, он приходит в штраф. Он мне сказал, кто знак? Можно вопрос или нет. Идите, пожалуйста, вы не здесь должны стоять. Вы должны пойти в дорожные службы и разбираться с ними. Почему этот знак стоит там, а не здесь? Зачем нам это надо? Смотрите. У вас есть машина. У меня, может, нет машины. Смотрите, мне вообще не нужны парковки вообще в жизни. Мне не нужны дороги. Я сейчас с точки зрения психологии расскажу. У вас есть потребность, провоцировать людей. Потребность, потому что вам заняться больше нечем. Я ставлю знак, то есть нашему полу знака, с разрешения человека, который работает на этой территории. И фотографирует людей. Если у вас есть, может быть, ошибся. Ребята, тогда вопросы не ко мне, а к тем, кто установил этот знак. Вы должны пойти в специальный орган. Если вы так работаете за, так сказать, права населения, я тоже пешеход. Я выду из этой машины, я буду пешеход. Я не только на машине здесь езжу. Ну, по вашей логике, вы сейчас нарушитель, получается, вы на дороге стоите. Я уточнил человека, который занимается оформлением штрафа. Он занимается, я не знаю, дорожная служба, он фотографирует номера. Приходят штрафы. Он мне конкретно сказал, что до знака ставить можно. Вот здесь с краю и вот здесь с краю. Посередине проходят люди. Я уточнил. Уточните сначала, пожалуйста, у него. Но он только что тут проходил эти машины, вроде бы он так же фоткал. Мне все равно, как это выглядит. Молодой человек, вы смотрите на меня. Мне все равно, как это выглядит. Во-первых, я не переграждаю дорогу пешеходом, у меня есть где пройти. Во-вторых, я уточнил специального человека, кто этим занимается. Это второй момент. Третий момент, третий момент. Если вы хотите навести справедливость здесь, идите в заразную службу. И заставьте их установить этот знак здесь. Я вам скажу спасибо, как пешеход. Честно. Сейчас я уточнил. Я не знаю, как уже вас переубедить. После того, как вы уточните, давайте номер мой запишите, пожалуйста. Вы мне позвоните и скажете, вы уточнили Антон, и сегодня перенесут знак. Мне Антон скажет, я уберу эту машину. Антон, я думаю, так будет проще. Смотрите. Я не знаю, как вас уже переубедить. Можете ставить тут, в принципе, машину. Убедитель установил этот знак. Смотрите. Это все решится очень просто. Спорить бесполезно. Вот вам, если придет штраф за тротуар, правильно, значит, вы были неправы. Ну, либо вы его обжалуете, правильно? Да, согласен. Так, ну, давайте. Ну, в принципе-то. Я просто не знаю, как уже переубедить. Поэтому... Откуда? Ну, ставьте. Я, правда, не знаю, как штопхам к этому отнесется. Ну, штрафуем тогда его. Ну, получается, да. Типа, до знака хочется так перефарковаться? Ну, да. Знаете, почему нельзя здесь перефарковаться? Потому что здесь пешеходная зона. А вот здесь можно. Я же не сам это придумал. Я уточнил этого человека, который фотографирует на этой территории. Вот там ГАИ, прям за этим полом находятся. Вот у них и узнаете. Они не едут в суд, понимаете? Почему? Не знаю. Они хотят выполнять свою работу. Нет. Завидут вы. Они не знают. Придет штраф. Придет штраф. Вы правы. Вы слышите. Я хочу у вас предупредить. Ягд в наклейку не клею. Ягд в наклейку не клею. Да, вот ребята из Топхама вам могут наклейку сейчас приклеить. Если вы останетесь здесь, я боюсь, я не знаю, могут заклеиться машины. Поэтому это на ваш страху. Вы будете неправы. Не ягд в наклейку. Я просто вас предупреждаю. Потому что ваша цель только наклеить наклейку. Я спрашиваю, где можно по... Кто Стопхам здесь? Вот ребята из Топхама. Их цель только наклеить наклейку. Какая у них еще цель? Ну, не знаю. Мы попытались вам объяснить. У нас не получилось. Что это тротуар. Поэтому... А мы тоже узнавали. У Путина лично узнавали. Вот я у Путина лично узнал. Он скажет, что здесь тротуар. Она же ничего не правомерная. Наклеить мне наклейки не отклеиваемые. Да никто вам не украшает. Я вас предупредил, что ребята могут вам наклеить наклейки. Опускают свои наказы. Борис, ты как ты мог? Я просто его предупредил. Знаешь, мне было бесполезно доказывать. На этой машине будут наклеены наклейки, которые стоят шоу-знаки. Поэтому я сказал, пусть он бьет. А то просто мало ли здесь таких машин с таким цветом в Москве. А, кстати, ребят, подпишись. Вот, вот до знака стоит машина, где можно ставить. Где конкретно мне инспектор разрешил ставить. Я здесь ставлю уже давно. Мне люди вот эти угрожают наклейки. Никто вам не угрожает, что вы, ребят. Да, вон он. Да, Антон, Антон, я думаю, на каком основании уже... Антон, будете смеяться, буквально пять минут опоздали. Серьезно. Да. Пять минут. Стоп-хам лютует. Держали мы оборону вокруг вашей машины. Говорим, человек ушел, готов оплатить штраф, если его оштрафуют. Ну вот, ребята решили, что вы все равно, как бы, что вас уже надо наказать наклейкой. Не знаем даже, что с ними делать теперь. Нормально видно, да? Что еще? Так, ты мне кадр перегореживаешь, подожди. Давай, давай. Стой. Вот вы, ребят, вы даже не уверены, что здесь парковаться можно или нельзя. Вы все равно наклеиваете машины. А вы можете прямо сюда вызвать сотрудников полиции по телефону 102 и прямо им подать заявление. Ну как некогда. Ну потом вы больше времени потратите просто. Я честно, я уважаю, я смотрю вообще. Это гарантирует. Ну вот, на память оскарьте себе. Где-то за моё. Я не забываю. Я вот ролики СтопХама смотрел, они обычно советуют эти самые водичкой и скребком. Да, правильно, ребят, говорят? Правильно. Водичку и скребоков советуют, да? Водичку и скребок. Да, нет. А у вас есть вообще какой-нибудь скребок? Просто водичку вы можете этой набрызгать, ну, как омывайкой чуть-чуть. Тут много, в принципе, я думаю, не надо. Надо зажигание включить, да? Ну, что на технику, где есть? Сейчас есть конкурс. Специально туда не стал заезжать. А я же вам говорил, что... Я и без вас туда не заезжаю. Я же вам говорил, что, ребят, из СтопХама наклеить вам наклейку. Я уверен, что вы с одной организацией. Нет. Нет, нет, нет. Мне просто сказали, что они будут проводить здесь рейд. Я решил прийти, поснимать. Да, вот такой вот человек Антон у нас. Ну, не знаю, если честно, не знаю, как. Зачем? Так был себе вести. Это неправильно, СтопХам. Ну, вот как вы думаете, где мы с вами стоим? На тротуаре. Вот знак, пешеходная зона. Тут тротуар. Ну, у нас тротуар стали как эти, как дороги. Да, видите как. А тут машина ездит. А вот это вот СтопХам, они, ребятушки радикальные, они клеят наклейки вот злостным нарушителем. А откуда вы знаете, что он злостный? Может, он первый раз? Ну, дело в том, что он 3 часа назад доказывал, что это не тротуар, вот им, да. И они его как бы предупредили, что наклеят наклейки. Тут просто куча людей уезжала, ну, адекватно, да, задавали назад, уезжали. Вот, а ему они, видимо, наклеили, потому что он не понимает. А как же им с карманку подъезжать? Ну, либо пешком ходить, видимо, ну, вот я как думаю. Либо, наверное, парковаться где-нибудь в разрешенном месте. Сейчас будет встреча без галстуков, походу. А мы с тобой с каких пор на «ты»? Ну, вообще-то в передачу, но все равно. Если вы наклеили наклейку, то можно пробить вот при камере. Ты попавший. Ну, вроде только что со мной на «вы», сейчас опять на «ты». Ты как-то не определился. Ты попавший. А, я попавший. Если-то как. А что будет, да? Штраф. Штраф, как минимум. Да, какой административный маргарминг. Да? Ну, я не знаю, что это. Я же не правоохранительный маргарминг. Ну, 300-400, я просто это дело буду давать. А вы хотите привлечь его к ответственности, да? А зачем вы тогда уничтожали доказательства его правонарушения? Что, завод доказательства. Нет, я понял, но... Ну, смотрите, вы, допустим, у вас ограбили квартиру, да? У вас есть все на камерах, как ее ограбят. Но вы при этом там сделали там уборку генеральную, стерли все отпечатки пальцев. Ну, вот же доказательства. Нет, его будет видно лицо. Ваш не защищай меня, мне надо привлекать к ответственности. Да, действительно, надо. Конечно, надо. Ну, условно. Я же нарушил. Антон, смотрите, у нас тут рекламирует помощник Москвы приложение. Вот я вашу машинку зафиксировал сейчас. Она действительно указывает, что тут тротуар. Ну, вот посмотрим, как они... Вот еще через 5 минут надо будет сделать, как я понял, пару фотографий. Вот, и, судя по всему, тогда мы узнаем, тротуар это или нет. Ну, вернее, вы узнаете потом, вам придет штраф. Если придет штраф, я его попытаюсь оспорить, потому что мне человек, который фотографировал, доказывал. Но если я его не оспорю, то вы были правы. Я под видео, прям под ваше, поставлю лайк. Хоть похайплюсь. Ну, да. Опять минут подождать. Антон, 4 минуты еще, подождите. Там еще надо будет сфоткать. А, ехать надо. Ну, ну. Да, да, да. Ой, мне кажется, он за знак заехал, смотрите. Вы думаете, он нарушил? Я думаю, да. Но вот он просто не хотел, чтобы я его сфиксировал спустя 4 минуты. Ну как, он же сказал, что он стоит в разрешенном месте. Чем вы опровергнете его слова? Я даже не знаю. Здравый смысл там, правила дорожного движения. Ну, мне кажется, это все фигня. Сюда ерунду, говорите. Какие правила? Че, в камень, что ли, впилился? В камень? В камень впилился. В камень впилился. Ремень-то. Вот, видите? Вот уезжает наш Антон. Пристегивается. Пристегивается. Вот, молодец какой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова